Абстрактное искусство Абстрактное искусство давно существовало, в принципе, оно существовало еще с незапамятных времен, но оно как-то стало развиваться в начале XX века как авангард, входило в это направление. Но и оно существует по сегодняшний день в различных интерпретациях, в различных вариантах. Некоторые художники к нему возвращались в своем творчестве, некоторые с него начинали. То есть, тут диапазон этого искусства очень широкий. Искусство, оно как бы ассоциативно, и абстрактно, оно предполагает по своему первоначальному беспредметность, то есть, когда нет конкретного образа. Но человеческий мозг-глаз стал устроен, что все равно в этой беспредметности находят какие-то ассоциации с чем-либо другим. А произошло абстрактное искусство уже от русских художников, от Кандинского, Малевича, а потом это стало распространяться на Западе. Ну и до сих пор это и там, и в России присутствует. Ну, когда существуют какие-то конкретные намеки на формы, на формы реальных вещей, когда это узнается, скажем, с первого раза, то это с первого взгляда, то это уже не абстрактное искусство, это уже близко к конкретному. Хотя, так сказать, контуры могут быть очень расплывчатые, цвета не соответствуют реальным предметам, но это все равно не будет абстрактным искусством, это уже экспрессивное переложение действительности. Но это не абстрактное искусство. Ну, к сожалению, происходит так сейчас, что многие люди, которые не обладают никаким художественным опытом, делают абстрактное искусство, и это как бы находит определенный отклик. Но это можно сопоставить с рисунками, скажем, ребенка, который тоже как бы наивно может сделать, и у него случайно там из сотни работ одна получится, так сказать, соответствующая каким-то канонам художественным. Но абстрактное искусство, оно, в общем, как и живопись, это ремесло, и требует оно обязательной школы, обязательного соблюдения традиций. Искусство вообще изобразительное, но раньше относилось к ремеслу. К искусству оно только стало относиться в эпоху Возрождения. И так же, как и в музыке, там необходима техника определенная. И для абстрактного искусства тоже необходимо знание законов и химии, и законов наложения красок. Нам требуется определенная школа и опыт. Школа не в смысле какого-либо обучения, а в смысле школа, так сказать, это знание мастеров этого направления, учеба, как говорится, в музеях у шедевров, которые были созданы в этом направлении, в этом смысле школа. В авангард, конечно, входят еще и другие направления, но абстрактное искусство тоже относится к авангарду. Но я себя могу в какой-то степени относить к абстрактным художникам, потому что меня интересует сам по себе цвет, фактура. Ну, как и музыка, там же нет какого-либо повествования. Это абстрактное искусство и замечательное искусство. Но, с другой стороны, у меня есть работы близкие к реалистическим, потому что иногда меня настолько поражает натура, что я ее не интерпретирую в абстрактную форму. Что-то делаю абстрактно, исходя из этого, но также у меня есть работы, которые нескорежены действительностью, так скажем. Субтитры создавал DimaTorzok